Приветствую вас. Я думаю, что сама постановка вопроса наладит отношения с дочерью. Она означает необходимость говорить, наверное, на языке дочери. Там, то есть, если мы хотим наладить отношения с человеком, да, любым человеком хотим наладить отношения, то мы должны говорить на языке этого человека, мы должны говорить так, чтобы нас понимал как минимум человек. Вот, и соответственно, соответственно, для этого необходимо эмпатировать, как минимум эмпатировать. Тому, кто нам интересен, как минимум проявлять эмпатию к этому человеку. Вот, и как минимум стараться высказывать именно разделение тех чувств и эмоций, которые есть у человека. Ваша дочь, она демонстрирует проявление тревожности. Она демонстрирует проявление агрессии, она демонстрирует по факту защитный механизм, вот. Это вот именно защита. Что, что делает ваш ребенок, вот через, как бы, через агрессию такую. Вот, и соответственно, необходимо понять, от чего, от чего конкретно ребенок защищает. Это, эмп, крайне необходимо понять, потому что, эмп, если этого не понимать. Если, эмп, этого не понимать, если этого не понять, э-эмп, эмп, то он, э-эмп, ситуация будет достаточно, эмп, тяжелой. Стация будет достаточно тяжелая, стация будет очень трудная и стация будет крайне вообще проблематичной, если вы не поймете, от чего ребенок, от чего ваш ребенок защищает. Это очень важная история. И соответственно, именно в этом направлении, именно в этом направлении вам нужно двигаться. Вот. Часто агрессия является таким, скажем, следствием тревожности, следствием незащищенности, следствием нетабильности, следствием ненадежности того, что происходит в жизни ребенка, того, как ощущает, как чувствует себя ребенок. И необходимо в таком случае вам проанализировать свои отношения в семье для того, чтобы понять, чтобы именно понять, что вы делаете не так, что не так вы делаете, как вы поступаете. Вот. И все может быть, собственно говоря, сложность, все может быть сложная, сложность вашей семьи, которая мотивирует ребенка вести себя подобным образом. Вот. После того, как данные обстоятельства будут выявлены и подкорректированы, после этого уже, после этого уже можно говорить о выстраивании взаимоотношений с ребенком. Только после этого. Ни в коем случае не до. Можно параллельно, но ни в коем случае не имеет смысла пытаться устанавливать отношения с ребенком, нет, ни в коем случае не устранены какие-то элементы, какие-то моменты, значит, которые провоцируют данную ситуацию, скажем так. Вот. Поэтому я думаю, что в первую очередь нужно вам в этом направлении двигаться. И в первую очередь крайне желательно, чтобы вы разобрались в себе, да, чтобы вы одобрялись в своих чувствах, может быть, чувствах в некоторой степени противоречивых. Вот. Ну, не всегда понятных и так далее. И тогда, я думаю, ребенок будет чувствовать, да, чувствовать себя лучше. Зачастую, зачастую, ага, значит, действие ребенка – это отражение ваших собственных желаний, своих собственных. Желаний. И бывает, ну, бывает достаточно подкорректировать себя, подкорректировать свои, ну, ощущения, свои действия. Вот. И ребенок, он как-то вот преображается. Сразу. Ребенок сразу преображается. Ну, ребенок сразу начинает вести себя по-другому. Вот. И все постепенно, ну, постепенно, потихонечку нормализуется. Вот. Но для этого, конечно, требуется ваша стойчивость, ваше терпение. Вот. И внимательные отношения, наверное, в первую очередь даже не к ребенку. Но, а в первую очередь, внимательные отношения к себе. Это важно. Чтобы вы относились внимательно именно к своим чувствам, к своим ощущениям. Вот. И тогда ситуация будет гораздо лучше. Так что подумайте, от чего он вещаетесь вы. Подумайте, чем можете быть неудовлетворены вы. Именно вы. Что может быть не предостаточно вам. Вот. Подумайте, где и в чем вы можете подавлять свои чувства, свои эмоции. Вот. Подумайте, пожалуйста, на эту тему. Вот. И я думаю, что изменив свое поведение, вы сможете изменить поведение ребенка. Не забывайте, главное. Не забывайте, главное то, что для разговора на языке ребенка, да, необходимо понимать его. Именно его чувства понимать, да. То есть не противопоставлять себя ему, как это, возможно, возможно, делаете, делаете вы. А именно, именно, ну, именно понимать его. Именно с пониманием относиться к тому, что с ним происходит. Что и как с ним происходит. Вот. Вот. А я думаю, что примерно, примерно так можно ответить вам на вопрос. Вот. Который выгодает. Я надеюсь, что вам это было полезным. Я надеюсь, что для вас это было интересно. Я надеюсь, что вы сделаете выводы. Вот. И если потребуется, обратитесь за помощью специалистов. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. И надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом.